Добрый вечер на Щелковском телевидении. Диалог о православии. Вход Господень в Иерусалим один из самых радостных и самых трагических праздников церковного года. Радостный от того, что мы прославляем Господа. Трагический от того, что знаем цель пришествия Господа в Иерусалим. Крестные муки и смерть ради спасения рода человеческого. О празднике Входа Господа в Иерусалим, который будем отмечать уже грядущее воскресенье, мы сегодня поговорим. Отец Мини, добрый вечер. Добрый вечер, да, с постом всех поздравляю. Продолжающимся постом. Уже даже заканчивающий, потому что на этой неделе Святая Четыридесятница заканчивается, да, а Страстная Седмица, она уже как отдельно, да, как святаяцы говорят. Мы сейчас бросаем все для Господа, а потом Господь идет уже к нам во время Страстной Седмицы. Прежде чем мы с вами продолжим разговор, предлагаю прочитать отрывок из Евангелия. Событие Входа Господа в Иерусалим описано у всех четырех евангелистов. Ну вот я предлагаю прочитать Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 11, на русском языке, чтобы было понятно. Итак. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Итак, что предшествовало этому событию, в ходу Господа в Иерусалим, и почему Господь до этого, вот мы читаем в Евангелии, что Господь жил в неизвестности, в тени как бы, да? А здесь он пошел как царь славы. Ну, мы, читая Евангелие, видим, что как бы все дела проповеди евангельские у Господа, они идут как бы по нарастающей. И пиком, апогеем его проповеди было, собственно, вот вход в Господь Иерусалим, распятие и воскресенье. Это вот та высшая точка духовного откровения роду человеческому через Господа, который все мы, собственно, достигли в момент его воскрешения. И для нас Господь, вот эта постепенность, такое нарастание и чудес, и каких-то откровений, это сделано для нас всех. Ну, если мы можем сравнить это по аналогии, например, с учебой, то в первом классе даются азы, какие-то малые знания. Потом, по мере взросления учеников, им открывается все больше и больше различных тайн из наук. И сами предметов количество увеличивается. Если в первом классе там только буковки и циферки, может, палочки, то в восьмой или десятый класс там уже интегралы, дифференциалы и прочие сложные моменты человеческой деятельности открываются. Вот все, что касается духовных знаний, оно также подвижено этим же законам. То есть Господь сначала, избрав апостолов из совершенно необразованных, не ученых людей, из рыбаков, Он им начал открывать постепенно, шаг за шагом, тайны Царства Небесного, тайны спасения рода человеческого, тайны Его пришествия в этот мир и даже Его кончину, о которой Он постоянно говорил, что мы придем в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки язычников, и Его оплюют и убьют Его. Даже эти откровенные, простые, ясные слова апостолы их не понимали. Они не понимали, что это такое. А Петр даже дерзко стал возражать, да не пойдем мы в Иерусалим, Господи. Да не будет этого с тобой. Да, зачем нам надо это? Да не будет тебе этого. То есть мы видим совершенно внутреннее, духовное, такое незрелое состояние душ апостольских, и поэтому вот этот постепенный ход обучения, можно сказать, откровения евангельских истин, он мы наблюдаем в течение всего Евангелия, начиная с Азов и кончая высшей точкой этого воскрешения Христа, в которое они тоже не верили. Да и с такой точки зрения, с логической, конечно же, не поверишь. Да, человек, который привык жить материальными ценностями, материальными мыслями, материальным подходом, чувствами материальными, и вдруг ему открываются такие истины, о которых он никогда не слышал, он нигде не читал о них. Он впервые, собственно, род человеческий впервые воспринял эти знания, этот опыт. А как Господь сказал, будете есть тело мое и кровь мою пить. Да, это вообще... Это сейчас нам легко вот рассуждать уже, да? Да, мы понимаем, да, у нас уже многовековая практика церковная, уже у нас, можно сказать, в генах, да, православных людей, это в генетике вписано, и что тут, ну а что тут такого? Ну, конечно, причастие. А на тот момент ведь многих из ходивших за Господом отошли после этих слов, говорили, он говорит что-то непонятное, невразумительное, как можно есть его тело и кровь. Это безумие какое-то, да? А апостолы остались, потому что они верили. Как Господь тоже кротко, как он спросил, да, не хотите ли вы отойти от меня? Да, и Петр ответил, Господи, к кому нам идти? То есть они видели, что это истинный Христос, Мессия, и по смирению своему они понимали, что, ну да, что-то вот сказанного Господом нам неоткрыто, нам непонятно, но в свое время, когда Господь захочет, Он нам это откроет, если это нужно будет. Они доверяли Богу, они полностью верили свою судьбу в Его руки, и поэтому никуда не ушли, и поэтому этот ответ, куда нам идти, Господи, мы Тебе доверяем полностью. И вот в этом, собственно, и заключается вот этот ход событий. И, естественно, перед тем, как Господь вошел в Иерусалим, ну, должно было произойти еще какое-то событие, которое привлекло бы к Нему внимание всего Иерусалима окрестностей. И это событие описывается также в Евангелии, когда Он шел по дороге от Иерихона. Этот город и сейчас существует, и эта дорога сейчас существует, только она асфальтированная, там автобусы, машины ездят. А раньше это была пешая дорога, и она, подъем, постоянный в горку идет. Вот по этой дороге шел Господь в сопровождении учеников и толпы людей. А мы читаем, что до пяти тысяч человек Его всегда сопровождало, желающих исцелиться, послушать, научиться и следовать за Ним. И вот на этой дороге Он встретил, вернее, как встретил, Он услышал голос сидящего на обочине, просящего милостыню слепца, слепорожденного, то есть человека, у которого, не то что зрение, у него глаз не было, у него глазницы были пустые, не было яблок даже глазных. Таким он родился. Вот генетическое какое-то нарушение. И вот этот слепец кричал, выпиял, услышав, что идет огромное количество людей, спросил, а что за шум, что за толпа. Ему сказали, Иисус идет с учениками. Он стал кричать, Иисус, сыне Давидов, помилуй меня грешного. И кричал во весь голос так, что Господь тоже его услышал, несмотря на толпу, и сказал, приведите его ко мне. Ему даже говорили, да замолчит он. Да, Господь его услышал, а перед этим-то проходящий мимо, да что ты орешь, да замолчи, не надо орать-то. Сиди, собирая милостынь свое. Он этим жил. Но, тем не менее, он докричался до Господа, и Господь сказал, чтобы его привели к нему. Его подвели к нему. И вопрос Господа был достаточно простой. Что ты хочешь от меня? Что ты так кричишь и меня зовешь? Он сказал, да прозрю в Господе. Единственное желание слепого человека – это обрести зрение. Ну, как у больного человека, конечно, хочется исцелиться. Да, какая-то есть болезнь человека. Единственной целью жизни – это борьба с этой болезнью, это исцеление, это избавление от мучимого человека того или иного состояния. Здесь Господь, видя его веру и искренние желания и молитвы, он сказал – прозри вера твоя, спаси тебя. И действительно, человек обрел не только зрение, он глаза обрел в настоя, в полном понимании этого слова. То есть в его глазницах образовались глазные яблоки. То есть он стал зрячим полностью. И это шок испытали все, участвовавшие и наблюдавшие это чудо. Конечно же, оно не могло быть утаенно от многих живших в Иерусалиме и в окрестностях его, потому что, как говорят, сарафанное радио передавало все это. Из уст в уста эта весть распространялась очень быстро. И когда Господь подошел к Иерусалиму, о нем уже знали. Но дальше еще следующий шаг, еще более удививший всех – это воскрешение Лазаря. Можно понять, что человек заболел, впал в бессознательное состояние, но пришел другой человек, и он из этого состояния вышел. Нет, он не впал в бессознательную комму. Нет. Он четыре дня лежал в гробу. Он уже смердел. Уже тело, а там достаточно жаркая погода, и при плюс 25 градусах очень быстро разлагается тело, и оно уже смердело, уже источало зловоние. О чем сестры Лазаря сказали? Когда он говорит, откройте мне могилу, откройте, я вот говорю, чтобы камень отвалили. А тогда не закапывали в землю, там, собственно, и земли-то особой нету, там все горы, камни. И в камнях выдалбали, в горах выдалбали пещерку, туда клали тело умершего, и камнем его закрывали. Вот такие были пещерки. Часть из них сохранилась, археологические раскопки их показывают. То есть можно просто увидеть. Огромный камень, только два человека могут его, наверное, подкатить. Один человек с ним не справится. Соответственно, отвалили камень, и Господь сказал, Лазарь, гряди вон, выходи, Лазарь. И вот этот только что смердевший труп, он ожил, он вышел. В этих пеленах? Еще, да, в полном, так сказать, обмундировании усопшего, потому что там по традиции умерших обмазывали специальным составом, обматывали тканью, и он был вот в этих пеленах, завернутый с головы до ног. И Господь говорит, снимите, с него пелены эти. И все это произошло на глазах у сотен, если не тысяч людей. Как вы думаете, что они молчали об этом? Да нет, конечно же, они всем рассказали, кому только смогли. И как мы с вами уже в одной из бесед наших говорили, да, о том, что ведь Господь на разных этапах вообще воскрешал человека. То есть в каком случае там девочка, например, умерла, только умерла, вот Господь ее воскресил. Потом, когда встретилась бедная вдова, да, сына унесли. Да, и здесь воскресил. А здесь уже четырехдневного, да. Да, там сына уже несли на погребение, то есть он уже, ну так сказать, не только что умерший, а уже там третий день был, да, смерти. А здесь четвертый день уже разлагающийся труп. И, конечно же, это все шло в виде слухов и рассказов перед Спасителем и оповещало всех людей. И, конечно же, все хотели его увидеть, в том числе и Ирод, который наслышан был много о нем. То есть все и правители хотели его видеть, и люди простые хотели его видеть. И поэтому, когда Господь вошел в Иерусалим, город весь ожил. В движении пришел. В движении, то есть все улицы заполнились людьми, стали спрашивать, что, кто, где, как, чего. И вот это как раз и был тот праздник, о котором мы говорим. И особенно радовались дети, да, ведь отмечалось даже в Евангелии. Ну, многие по-разному. Конечно, взрослые, они всегда были сдержаны. Но, тем не менее, они, встречая Господа, ну, кто-то с цветами, кто-то с веточкой пальмы, кто-то какие-то одежды клал под его ноги, чтобы показать свое уважение к Нему. И вот эти чудеса, которые они знали, что он совершал, таким образом выразить свое удивление и уважение к самому Господу Иисусу Христу. Ну, а дети, они в простоте кричали «Асанна, Вышних благословен гряды и во имя Господне! Асанна, сыну Давидову!» То есть слава, спасение. Асанна, она переводится как спасение, как слава. Сыну Давидову, грядущему в Иерусалим. Здесь мы как раз подходим к самому праздничному моменту, когда мы говорим, что сам Господь шел. Нет, Он не шел, Он въезжал в Иерусалим на молодом ослике. Как даже рассказывают, может быть, я ошибаюсь, что сначала Он ехал на ослице, а потом на молодой ослик пересел. Но здесь несколько мнений, потому что в Евангелии там описано в одном, что там ослица и ослёнок. И рядом шел ослёнок. Да, а в другом месте, что нет. Он ехал именно на молодом ослике, на которого еще никто никогда не садился. Не объезжено еще. Собственно, в чем был момент истины? В том, что на этого ослика еще по молодости, он еще никого не возил. И первым Господь на него воссел, и он его ввез в Иерусалим. И это, с одной стороны, совершение пророчества, много столетий до этого произнещённого пророком Захарией, о котором в Евангелии сказано. И, собственно, мы в этом видим подтверждение для всего Иерусалима, что да, это Мессия. Но невозможно пророка, которого читали все израильтяне, можно сказать, с детства, его пророчество о пришествии Мессии, как он должен войти в Иерусалим, ни своими ногами, ни на лошади, ни на колеснице, ни на плечах людей или рабов, а на ослике, сыном под Еремной. Вот это определил пророк Захария. И умер. Прошло несколько столетий, и вот это совершилось. И с тех пор уже никто больше так не въезжал. Ни до Спасителя, ни после него такого уже больше не было никогда, чтобы кто-то на ослике въехал в Иерусалим. Кроме того, те врата, в которые вошел Господь, у них сейчас войти-то невозможно, они заложены камнем. То есть есть только их обводы, те самые золотые врата, так называемые золотые врата, есть только их косяк, врат, который выступает из... Они каменные, выступают из стены, из плоскости стены, но сам проем заложен камнем. Это было в Турецке, когда турки управляли Иерусалимом, они заложили это, зная, что в этих врата вошел Спаситель. Чтобы никто в них не входил, они просто взяли и заложили их. И кроме того, еще для верности, чтобы никто их не разломал, еще перед ним сделали могилы своих усопших воинов, и захоронили их здесь, чтобы точно никто там не ходил. Поэтому это тоже было единственный раз за всю историю библейскую и евангельскую. Больше такого не было, чтобы эти врата кто-то таким образом, согласуясь с пророчеством Захарии, так вошел. А врата эти двустворчатые? – Сама форма врат, она имеет как бы две арки. Их можно набрать в интернете, сейчас это легко. Золотые врата в Иерусалиме. И вам выскочит фотография, покажет интернет, как они выглядят. Но это для тех, кто не пользуется интернетом, это врата с двумя арками, которые состыкуются в центре врат. И вот эти две арки, они сами по себе врата, такие очень интересного вида. Но в них святые отцы, которые, естественно, трактовали это все, объясняли нам малограмотно в духовном смысле, почему именно такие врата, почему Господь вот так на осляте уехал в них. Что две арки подразумевают врата милосердия, одна арка, и покаяние. То есть через эти два добрых делания, через милосердие или через покаяние, мы можем войти в Иерусалим. Причем речь идет уже не о земном Иерусалиме, а о горнем царстве небесном, то есть небесном Иерусалиме, в который каждый из нас призван войти. И здесь мы четко видим, что Господь, опять же, своим просто таким образом для подражания показывает, чем мы в этой жизни должны, собственно, заниматься и какую цель жизни преследовать постоянно. Кроме того, этот Иерусалим, он не только земной, не только небесный, но еще и внутри нас есть. Потому что в Евангелии мы читаем просто ясно, «Царство небесное внутри вас есть», говорит Господь. И, значит, Иерусалим небесный тоже внутри нас есть. И, значит, в него внутренне мы можем также войти только через милосердие и покаяние. То есть вот так интересно это все можно расшифровать и объяснить. Ну, а про ослика действительно очень много трактовок. Почему не на взрослом ослике, почему не на лошади? Потому что здесь была именно представлена ветхозаветная часть церкви – это ослица. И новозаветная – это только рожденный, только вот еще молодой совершенно ослик, но который уже был накрыт апостольскими одеждами, на которую уже Господь воссел. То есть мы видим здесь как бы прообраз церкви христианской, в которую Господь вошел. Он уже отошел от церкви ветхозаветной и воссел на молодую, только образованную церковь христианскую, новозаветную. Вот таким образом трактовка про ослика и его маму подъеремную. Мы, конечно же, гадательно все это говорим. Конечно же, это трактовка святых отцов, не моя личная. И во всем этом, конечно же, промысел Божий присутствует. Но одно можно сказать, что мы видим, насколько люди вот в этот момент были обрадованы и доверчивы, доверялись полностью Господу. Ну, тот процесс, как обрели они осленка, здесь повторюсь из Евангелия. Господь послал просто своих двух учеников учеников в селении, которое стояло между ними и Иерусалимом. Вот в это селение зайдите, там будет привязан ослик, отвяжите его, приведите ко мне. Если кто-то что-то спросит у вас, почему, куда вы его забираете, он же не ваш, вы ответите, что Господу он нужен. И они вам отдадут. Вот представьте, если к вам подойдут кто-то и скажут, что вот твоя машина, машина твоя нужна. Вы что скажете? Скажите, да иди ты отсюда. Ну, то есть, насколько это все было промыслительно и насколько люди, которые участвовали во всех этих событиях, были верующими. Что по одному слову, Господу нужен осленочек, осленок этот. Человек отдал. Хорошо, все. Господу, значит, отдаю. Таких людей сейчас можно найти, конечно, но это редкость. Чтобы вот так человек пришел, ну и, допустим, вот нужно храм построить. Хорошо, построю храм. Господу нужен храм. Или там Господу нужно еще что-то. Давайте вспомним-то веру Авраама, нашего праца, да? То есть, когда вот сына он повел, вот Господь ему сказал, принеси своего сына, да, в жертву. И вот они, вот эта, конечно, картина, этот момент, он... Это еще один из моментов твердой веры. Во-первых, здесь апостолы сами, ну, сказал Господь идти. Мы пошли там, и действительно пришли, и забрали, да, и сказали, как нам сказано было, и все получилось. А с Авраама ветхозаветным, ему в праведность его вера была вменена. Вот более яркого такого показателя веры, ну, трудно найти, да, если только хождение по водам апостола Петра. Повели мне, Господи, по воде к тебе прийти. Ну, пошел. Иди. И пошел. И не тонул, пока не усомнился. Ну, а с Авраамом был тоже вот этот момент, когда Господь ему сказал, ты должен своего сына принести в жертву, то есть убить мне, в жертву принести мне, Господу твоему. И Авраам не усомнился, взял, на ослике также повез его на гору моря, где, она, священная гора, где, собственно, и вот о чем речь идет, и потом был создан Иерусалимский храм, в который Господь вошел. Именно на это место Авраам повел своего сына в жертву. Там тогда просто был пустыня еще, ничего не было. Ну, вот эта сама картина, да. Но картина, когда отец ведет своего единственного сына. И этот сын нес еще дрова для того, чтобы себя... Еще и скажешь, пап, а где жертва-то, да? Да, но он не догадывался, он был еще молодой и не понимал, куда они идут. Авраам говорил на вопрос, какую жертву-то мы Господу принесем. Он говорит, ну, Господь нам даст жертву, не переживай. И когда они пришли на место, и уже отец занес руку с ножом на сына, ангел остановил его руку и показал, что вот там в кустах... Овца запуталась. Ягденок, да, запутался, вот его принеси в жертву. Ну, что чувствовал Авраам? Нам это не понять, потому что это просто не вмещает наш разум, нашу душу. Настолько мы немощны и слабы в вере своей. Нам говорят, да ты попастись хотя бы. Нет, а что я буду поститься? У меня болезнь, у меня там еще что-то такое. А тут сына принеси в жертву Господу. Да, и принесу. Мы совсем другая категория уже людей. Мы настолько измельчали в своей вере, что, конечно же, трудно даже понять, что думал, чувствовал Отец, который идет на заклание своего сына. Ну вот, предлагаю дальше построить нашу беседу в разговоре о чувстве Господа. Ведь есть в послании к филиппийцам апостол Павел пишет, что в вас, то есть и в нас, должны быть те же чувствования, какие в Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но он чужил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смеил себя, быв послушным до смерти, смерти крестной. То есть у нас должны быть такие же чувства, не как у Господа Иисуса Христа. А какие вообще Господь испытывал чувства в своей земной жизни? И в частности, вот когда Он смотрел на всю эту толпу, которая Его встречала, и знал, что между Распни, что между Ассанной и Распни меньше там суток, наверное, пройдет. – Ну, конечно же, мы не можем наверняка говорить, вот были такие чувства только или там такие, потому что это Господь. И нам далеко… – Ну, мы только то, что в Евангелии читаем. – Но то, что мы читаем в Евангелии, то есть то, что отображено, мы видим, что все помнят моление о чаше. Это слезы, это пот кровавый, это все-таки чувство нежелания, да, Господь не хотел идти на крест, но не как я хочу, а как ты хочешь. – Ну, наверное, даже вот не то, что Он не хотел идти на крест, я вот читала, святые отцы трактуют о том, что Господь почему молился до кровавого пота, Он не хотел, чтобы люди вот именно предали Его, да, то есть даже не то, что Ему там боль, страдания, да, были страшны, а именно то, что того, Кого Он возлюбил, да, людей, нас, и мы Ему причиняем вот эту боль. – Ну, через это, может быть, Ему отец и показывал, что, ну, немощный род человеческий, ведь Он, когда молился до кровавого пота, в этот момент апостолы рядом с Ним просто спали. – Он говорит, посидите, погодрствуйте. – Да, душа моя скорбит. – Смертельно, да. – Смертельно, да. – Да, и вот побудьте со мной, поддержите меня. То есть какие чувства Он испытывал? Чувство скорби, чувство одиночества, чтобы поддержали Его, да, желания. Вот эти вот чувства, они нам знакомы, в принципе, ведь нас тоже предавали, и нам тоже иногда получалось, так сказать, испытывать какие-то тяжелые моменты жизненные. И, естественно, это все нам знакомо. И, как видим, у Господа это тоже все присутствует. Ну, естественно, чувство голода. Это когда Он постился, как мы сейчас постимся. Мы же постимся, беря пример с Него. Он 40 дней постился в пустыне и в конце взолкал. То есть чувство голода. Он его испытывал. Чувство усталости. Он спал, когда, например, через Галилейское озеро они плыли, он заснул. Ну, представьте, вот плыть в бурю, когда качает, когда брызги летят со всех сторон, а Господь спит. Ну, почему Он так крепко спал? Да потому что уставший. Человеческая усталость Ему тоже была не чужда. Ну, естественно, чувство сострадания и плача. Когда, вот если вспомнить историю с Лазарем, когда он увидел, что все плачут, и он прослезился. То есть вот это сострадание общему горю, это тоже мы видим в Евангелии. Пока мы далеко не ушли от этой истории, вот еще поражает такой момент, ну, не то, что поражает, но заставляет задуматься. Господь называет Лазаря другом. И на самом деле во всю историю человечества мало, наверное, таких можно назвать, но, наверное, про отца только Авраама, да и Моисея, который общался как с другом. Как ни странно. Про Иуду тоже. Да. И Господь называет их друзьями. Какие же должны быть качества людей, чтобы удостоиться особых вот таких вот расположений? Ну, вот мы, я не зря вот вставил, что другом Господь назвал Иуду, когда тот ее предал. Вот в момент предательства он сказал, друже, твори, на что пришел. Это в Евангелии можно прочитать. В каждой из этих моментов, будь то с Авраамом или там с Лазарем, какие-то свои были нюансы, какие-то свое видение и духовные такие моменты, которые Господь хотел это отразить. Как и с Иудой тоже. Почему он Иуде сказал «друг»? Ну, потому что, опять же, из сострадания. Он понимал, что сейчас этот человек по своей немощи его предает, и это тяжелейший грех, ведь сам Господь его предупреждал, лучше бы не родиться тому человеку, который предаст сына человеческого, но все равно он показывал к нему любовь в своей сострадании, поэтому называл другом. Авраама он называл другом, потому что у него была настолько твердая вера, что он без сомнения, без каких-то даже мыслей исполнял все, что Господь ему повелит. Друзей апостолов друзьями называл то же самое и по вере, и по усердию в служении ему, вы друзья мои и еще и потому, что он, как сам в Евангелии говорит, потому что вы уже знаете, я вам открыл, что и зачем все мы делаем. Ведь рабы не знают, что делает Господин, а друзья знают, вы знаете, что мы делаем, что мы идем в Царство Небесное и ко спасению души. Поэтому в каждый из моментов вот это дружеское отношение Господа каждому из людей конечно же оно особые какие-то моменты подчеркивало. Трудно сказать вот в общем. Оно в каждой из ситуаций было особенным. Да, но что вы привлитесь у Господа, тоже слова есть у Господа. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Это основное. Да, то есть что мы будем исполнять, что Господь нам говорит? Это основное, что нас делать друзьями и не только друзьями, но и детьми Божьими. Тот, кто исполняет волю Отца Моего, тот мне и мать, и сестра, и брат. Ну и друг, если следовать вот этим словам. Друг, потому что ты исполняешь слова мои, потому что ты вместе со мной сопереживаешь, вместе со мной трудишься, ты вместе со мной понимаешь, зачем это все. Разве ты не друг? Друг. и здесь это, конечно, чувство очень глубокое и для многих людей оно уже утеряное, то есть многие люди уже потеряли понятие дружбы. У них есть понятие интересов общих, да? Ну, общий интерес это что? Ну, работа, вот мы сообща зарабатываем какие-то там деньги. Общих развлечений, там, ну, кто-то там пьет, кто-то там рыбачит, кто-то еще на охоту ходит. Но это тоже, конечно же, это как-то сближает, но это не дружба. Дружба это когда без корысти, без каких-либо моментов интересов люди просто друг друга любят, и это есть дружба. Вот здесь под этими словами скрывается то, что если вы любите меня, то я вас люблю так же. И даже если вы меня не любите, если говорить о Иуде, я все равно вас люблю. Все равно вы для меня друзьями остаетесь. Но если вы сами себя отделяете от меня своими необдуманными поступками и неисполнением того, что я вам говорю, но я в этом не виноват. Я все равно вас продолжаю любить. У нас есть звонок, послушаем. Послушаем, конечно. Пожалуйста, говорите. Отец Ельминний, добрый вечер, благословите. Добрый вечер, Бог благословит. У меня к вам будет два вопроса. Я услышала, что произошли изменения в епархии. Если возможно, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. И второй вопрос по книге Бытия. У Исаака, как известно, родилось два сына Исаф и Иаков. Иаков завладел сначала первородством брата своего, а потом и обманным путем взял благословение у отца. В связи с этим у меня вопрос, почему Исаак не мог дать благословение двум своим сыновьям одинаково. Спасибо, Господи, за ответ. Спасибо за вопрос. Со второго, наверное, начнем. Я думаю, да, он более глубокий и емкий, поэтому попытаюсь на него ответить. Дело в том, что действительно они были близнецы, хоть и различались внешне, но родился сначала Исаав и за его ногу держался Яков. То есть они как бы вместе вышли, но впереди голова и тело был Исаав. Но с другой стороны Исаав отличался многими желаниями, плотскими, страстными, греховными желаниями. Женанистовством, например, обжорством, чревоугодием, какими-то гневливыми, другими поступками, такими, ну, как сказать, малоуправляемыми поступками. А Яков, он был благочестив. И, собственно, отец, ну, скорее всего, наверное, уже мать, так сказать, подтолкнула Якова к этому действию, потому что она видела его благочестие и она его подвела к отцу. Отец был слепой уже при смерти, да, уже не видел ничего, он только на ощупь мог определять руку того или иного сына. Исаав, он был заросший таким очень плотным волосиным покромом, а Яков был чистый от него, поэтому мама его накрыла шкурой животного и вот Исаак потрогал, да, вроде волос много, значит, на руке, значит, это Исаак и благословил его. Но мы здесь видим слепоту, не только телесную Исаака, но и духовную слепоту, потому что он бы благословил Исаала, не понимая, что таким образом благословил бы греховная жизнь своего сына. И здесь через маму Господь управил этот вопрос и все-таки на первое место поставил благочестие, а не законническое первородство. То есть, как Господь Евангелий говорит, не жертвы хочу, а милости. То есть, не буква закона, а дух должен присутствовать. Вот дух был во втором сыне Исаака Исаав, он духовно был, можно сказать, не родственник даже. То есть, он жил совершенно по-другому. Он не брал пример со своего отца, он жил вольно для удовлетворения своих страстей. Поэтому так все и произошло. А насчет того, почему двоих он не мог благословить, дело в том, что Ветхозаветной Церкви очень важно было благословение именно первого родившегося, потому что он посвящается Господу. Он становится выше всех других детей через благословение отцовское, которое таким образом подтверждает его первородство. А значит принадлежность Богу. Но греховный человек не мог принадлежать Богу. То есть, я про Исаак говорю, поэтому Исаак и, собственно, Иакова и благословил так или иначе с помощью матери, с помощью каких-то моментов. Но Господь через рукой Исаака благословил Иакова на продолжение рода, на первородство, на служение Господу. Но, тем не менее, это обман не оправдывает. Обман, ну, действительно, нет, есть обман во спасении души. Ну, например, житие такой Варвары или комученицы, там был такой момент, когда Варвара убегала своего отца, который узнал, что она покрестилась, хотел ее убить. она пробегала мимо двух пастуков и куда она побежала, оба видели. И когда отец с обнаженным мечом прибежал, а где она, где она, значит, куда она побежала, один пастук говорит, я не знаю, обманул. А второй пастук сказал, да вот там она прячется, вон там. И окаменел, то есть Господь его наказал. Хотя он сказал правду, а первый обманул. Поэтому обман во спасение. В данном случае обман. И тут обман был, он тоже обманул отца. Нет, я не знаю, где она. Он знал, где она, но не сказал. Поэтому обман во спасение души, он имеет место быть и он не является грехом. Как и здесь, так и там. Ну, есть уже такая грань, да? Очень тонкая грань и здесь лучше опираться, конечно же, не на свое мнение, как и Яков. Он не на свое мнение опирался, не он оттолкнул Исаава и там смухлевал. Нет, его мать заставила. То есть он был в послушании. И поэтому на нем греха обмана не было. Ну, а в данном случае, если мы бы вот так вот, например, отказались бы, То есть как-то вот я вместо брата на ложь не пойду. Мне кажется, я бы так не пошла бы. Вот это был бы мой грех, например, перед Господом. Если бы вы оказались в ситуации вот Исаака и Якова и Исаава, да, вы бы не послушались Господа. Это же Господь вразумил мать так сделать. Потому что это была воля Божия, чтобы именно благословить благочестивого ребенка, они грехов. То есть если я знаю, что даже кому-то это будет во бред. Но вреда здесь никому не было, кроме чести, первородства. То есть вред Исаав, никакого вреда он не понес от этого. Ладно, не понять вот этот момент. Ну, к первой части вопроса, да, вот мы все знаем, что, да, владыка Ювеналина покой ушел. Вот расскажите, пожалуйста, нам немножко Действительно, очень многое произошло за прошедшую неделю в церковном устроении подмосковной нашей епархии. То есть была большая, огромная епархия, которая, вот вся Московская область включалась в ее. И это было там больше полутора тысяч приходов церковных, 25 монастырей мужских и женских. И, естественно, это все аккумулировалось и стекалось все эти информации, все эти моменты организационные в Московской епархиальное управление в Новодевичьем монастыре находившиеся. Но вот было принято решение патриархам, чтобы эту огромную структуру разделить для лучшего управления, может быть, еще с какими-то целями патриарх. Ему Господь вложил мою душу, эту мысль, он ее сделал. Соответственно, была епархия разделена на пять частей. И одна из частей этой огромной епархии была предложена ладыки митрополиту Ювеналию для продолжения его служения. Он называется митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. И вот эта Крутицкая и Коломенская часть Московской области, она ему была предложена в управление, но он попросился уже, так сказать, у патриарха за штат на пенсию. по состоянию здоровья, потому что 86 лет, вы понимаете, что это очень сложно. Тем более, что это уже не в Москве находиться, а в области. Он посчитал, что для него это уже тяжело, но попросил у патриарха, чтобы ему выделили в Москве также храм, где он будет служить, где он будет молиться, где он будет приниматься. Это Лефортово, Потому что все мы его любим больше 40 лет, 44 года почти. Безусловно, да, это эпоха, но мы выросли в эпохе владыки По-другому, да, не представляли раньше. Абсолютно. Это изменение, так сказать, ну вот огромного такого духовного, как сказать, покрывала, под которым мы жили, даже не задумываясь. А сейчас оно вот на пять частей разделено, и каждой из и наш регион в Балашихинскую епархию, да? Да, и каждая из частей управляется своим епископом. Митрополит Павел управляет Крутицкой и Коломенской епархией. То есть нового назначили вместо владыки Винали? Вместо владыки Винали, после его отказа назначен митрополит Павел на его место. У нас вот наш сектор Московской области это и Щелково, и Фрязино, и Реотов, и Балаших, и Орехово-Зуево. И Богородск. Богородск, да, Ногинск. То есть это все вошло в епархию, которую управляет владыка Николай Балашихинский. Следующий сектор, если на север идти, это владыка Фома, который наместник Трой Сергея Лавры, к нему и Дмитров отошел, и все города, и Химки, и Матищи, которые от МКАДа и до Сергея Посады дальше. Дальше у нас также управляется это уже какая Одинцовская епархия, это владыка Аксий управляет, и еще Второй Фома управляет еще одной епархией, которая какой-то там город у нас Одинцова и забыл. В общем, везде есть разделения всей Московской области, которые поделены в равных моментах плюс-минус примерно, и над каждым из них поставлен свой владык. Для нас важно, что мы входим в Блашикинскую епархию. к Блашикинской епархии, владыка Николаевна. И пока сейчас изменения только произошли в поминании в молитвах. И те, кто внимательно слушает на литургии или на других службах, они заметили это изменение, когда служащий священник или диакон уже признает не после патриарха Кирилла не митрополит Ювеналя, а митрополит Павел и епископ Николай. Вот это такое явное изменение. Ну а молиться, как мы молились за владыку Ювеналя, так мы и молимся, частички вынимаем, то есть мы все его также любим и для нас он является тем учителем, который нас можно сказать создал. То есть Господь через людей учит духовности, вот через владыку Ювеналя и я в том числе многому научился. И вообще он очень много сделал для всей Московской области за годы своего служения, да, да, спасет его Господь, вот, поэтому вот слова благодарности ему. Кроме благодарности, сердечной, искренней благодарности, ничего у меня на ум больше не приходит и пожеланий многих благих лет жизни и здравия духовного, телесного, потому что, ну, конечно, уже такой возраст у него почтенный, ну, и дай Бог, чтобы его дальнейшее вот это вот служение в церкви приносило ему радость. Мы вернемся к нашей теме, продолжим говорить о чувствах Господа. Еще мы в двух местах читаем о гневе Господа, когда он выгнал торгующих, да, из храма, сказал, что дом мой, дом молитвы наречется, да, и тут переворачивал столы именовщиков, да, и в другом месте он еще гнился, скорбел, когда фарисеи ждали, в субботу исцелит ли Господь, человека исцелит ли и тут же его обвинить в том, что он нарушает субботу, да, какой гнев, вот мы-то представляем этот гнев, вот мы гневаемся, забываем обо всем на свете, как гневался Господь. Ну, здесь можно сказать так, что, да не зайдет разум, нет, солнце разума твоего в гневе твоем, это нам Господь через пророка говорит, вот его солнце божественной правды и божественного разума никогда не заходило в гневе, он лишь показывал свое неудовольствие, ну, таким выражением, как будто гневается для нас, потому что сам Господь, он бесстрастен, у него нету никакого гнева, Бог есть любовь, но когда мы иногда ругаем своих детей, мы их по-прежнему любим, мы по-прежнему их оберегаем и печемся о них, но чтобы их хоть как-то одернуть, выразумите, мы иногда показываем свой гнев, что, ну, ты зашел там за какую-то красную черту, так вот нельзя, и ребенок сразу одергивается, вот так и здесь Господь фарисеям показывал, что, ну, вы совсем заблуждаетесь, вы совсем в неправильном направлении идете, когда вот по букве закона пытаетесь как-то ограничить любовь любовь Божию и, значит, исцеление вот этой сухорукой. Это совершенно Богу было неприемлемо, потому что шло против закона любви. И он это ярко показал вот таким гневным словом. У нас не очень много времени, три минуты. Вообще роль чувств в нашей жизни какова? Ну, у нас пять чувств, да, вот рука напоминает пять пальцев, пять чувств, которые отвечают за полный охват, когда рука охватывает что-то, охват этого мира плотского. И огромное количество чувств, которых даже трудно выразить, духовных. И наша цель от плотских чувств, собственно, перейти к чувствам духовным, внутренним, сначала душевным чувствам, а потом уже духовным. И в этом есть цель жизни человека в этом мире развития. Не деградация, а развитие, чтобы человек обогащался чувствами, а не умирал в плотском своем видении. Ну, если коротко, телесные, это то, что мы привыкли, да, осязание, обоняние, душевные. Это у нас, как он говорит, в театр пришел, вот, чувство красоты, наверное, вот это, да? Чувство красоты, чувство гармонии, чувство, не знаю, каких-то человеческих взаимоотношений, эстетики, эстетические какие-то чувства. А вот духовное чувство, вера, надежда, любовь, сострадание, милосердие, покаянные чувства, это уже духовные чувства. То есть, вот мы, как бы, от плотских покушать, поспать, там, холодно, горячо, да, больно, или, там, приятно, это совсем грубые чувства. Вот, от этой грубости мы переходим к душевным, более утонченным чувствам, а потом от этих утонченных к еще более тонким, чистым и светлым чувствам духовным. В этом наше развитие. То есть, надо отрезать. Плотские чувства, они, конечно же, нам мешают, когда они встают. У нас в душе эти плотские чувства, туда уже никакие другие чувства не поместятся, как в этот стакан. Если он залит водой, то сюда уже, ну, вина не вольешь, и это получится какое-то смешение. Вот так же и здесь нельзя смешивать плотские с духовными чувствами. Это получится совершенно не тот напиток, которым надо жить. Поэтому сначала убрать, вылить из стакана все, а потом залить чистые чувства духовные. Да, у нас все одна минута и вам заключительное слово. Еще раз всех поздравляю с праздником наступающим и верным воскресеньем и Лазаревым и субботой. И напоминаю, что у нас впереди предстоящая неделя страстная, которую надо пройти достойно. Постарайтесь помолиться побольше, может быть, причаститься и уж в любом случае построже попаститесь. Помощь вам Божией с наступающим праздником. Да, благодарим вас, отец Емени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо. До свидания. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова